Он простоял здесь 55 лет. Киров советский политический деятель по закону о декоммунизации. Этот памятник должны были снести по согласованию с местными властями. Без официального разрешения снос бюста считается правонарушением. Бюсты Кирова, Дзержинского и Котлова парни в Балаклавах снесли в ночь на 18 мая. Один из монументов находился на охраняемой территории. Вандалов ищет милиция. Спустя несколько дней вступили в силу законы о декоммунизации. Теперь памятники политическим деятелям времен СССР под запретом. Их можно демонтировать официально, но только по решению органов местного самоуправления. Под запрет попадает и коммунистическая символика на объектах города и области, которая находится в общественных местах. Символы ушедшей эпохи в Харькове можно увидеть на барельефах снаружи и внутри административных зданий, на жилых домах и мостах. Например, такие перила избавить от серпа и молота можно без потери художественной ценности, говорят специалисты. Здесь у нас, я думаю, что мы делаем рез резаком, по периметру вот здесь вот, резаком, газорезом. Потом остается какой-то след и защищается уже вот этот след от этого. Этого будет достаточно. А это остается на память. Один из наиболее затратных и масштабных аспектов декоммунизации – переименование топонимических объектов. В законе указано, что данный пункт денежных затрат не требует и возлагается на местный бюджет. Однако, еще пять лет назад городские власти посчитали на переименование одного только проспекта Кассиора, где чуть больше 180 домов, нужно несколько миллионов гривен. Из-за затратности от идеи отказались. По предварительным подсчетам в Харькове сегодня около 200 улиц с советскими названиями и 6 из 9 районов. Одна из центральных улиц города Сабнаркомовская раньше была Садово-Куликовской, Древнекладбищенской и даже Переуком Сознания. Всего за 160 лет существования у нее насчитывается около 20 разных названий. Для полного переименования всех улиц с коммунистическими названиями установлен срок в 6 месяцев. За полгода должны быть готовы все документы и заменены таблички. Выбор новых названий предоставляется местным громадам. Есть четкий регламент и есть процедура выполнения закона. Мы в соответствии с законом, подписанным президентом Украины, будем выполнять. Будет создана рабочая группа, будет подписано соответствующее распоряжение и будем выполнять полностью четко закон по всем нормам. Переименовывать придется и населенные пункты. В каждом районе Харьковщины есть как минимум один поселок или город с советским названием. Больше всего в Харьковском, Волчанском и Красноградском районе. Процесс, прогнозируют эксперты, может затянуться на годы. Но уже в ближайшие месяцы декоммунизация может стать почвой для манипуляций в предвыборной гонке. Это будет такое, знаете, мягкое место этого всего. То есть в том плане, что противники этих законов, которые хотят сыграть на электорате Востока и Юга, в частности это будет оппозиционный блок, они будут именно упирать на вот этот вот аспект. То, что с топонимикой, будет проблемой. Новообведение уже стало инструментом в информационной войне. Теперь украинские памятники под пристальным вниманием российских журналистов. Еще на Украине продолжается война с памятниками советской эпохи. Наследие советской эпохи на Украине в реальной опасности после примятия закона о декоммунизации. Специалисты предрекают жаркие споры вокруг переименований, а харьковчане уже думают, чем заменить идолов тоталитарного режима. На площади свободы может появиться фонтан, стела с именами известных харьковчан или памятник воину Киевской Руси. В областном департаменте культуры рассматривают уже более десятка вариантов. Согласно подписанным законам, если через полгода местные власти не переименуют улицы, этим займется Верховная Рада. Политики проголосуют за новые названия, однако все остальные обязанности останутся за местными советами. Кроме того, введена уголовная ответственность за пропаганду коммунизма, за изготовление, распространение и публичное использование советских символов, предусмотрено до пяти лет тюрьмы. Анна Сердюк, Анастасия Горелкина, Алексей Жучков и Дмитрий Герасимов. Объектив неделя.